Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня мы поговорим о пектине, об очень важной химической субстанции для нескольких отраслей народного хозяйства. И сегодня в нашей студии ведущие, знающие глубоко этот предмет эксперты, я с удовольствием вам представляю Миронова Владимира Федоровича, члена корреспондента Академии наук Российской Федерации, профессора Казанского химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета. А помогать ему сегодня будет Немтарев Андрей Владимирович, старший научный сотрудник все того же химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета, кандидат химических наук. Здравствуйте! Добрый день! Итак, пектин. Сразу вопрос, что такое пектин? Объясните, пожалуйста, популярно, чтобы мы все поняли, что это. – Ну, давайте, наверное, я начну. Пектины – это высокомолекулярные полисахариды. Ну, мы все привыкли, что есть элементарные сахара, такие как сахар, глюкоза, фруктоза – основной компонент меда. А это полисахариды, которые состоят из большого числа звеньев, которые эти звенья называют элементарными. Элементарным звеном пектина является полиголоктуроновая кислота. Она отличается от сахаров тем, что она носит кислый характер от тех, о которых я перечислил, элементарных сахаров. Пектины являются важнейшими компонентами клеточной стенки растений. Они присутствуют во всех растениях, в плодах и в фитомассе, но в основном, конечно, в плодах. И играют очень важную роль в самом растении. Для нас важно то, что пектины, вот самое главное, что они выполняют, они являются мощными комплексообразователями. То есть они комплексуют различные ионы металлов, различные вещества и так далее. Именно в этом состоит их ценность. И эта ценность, она еще обуславливается тем, что они выполняют важнейшую функцию пищевых добавок. В настоящее время я навряд ли назову вам что-либо, что способна, как пищевая добавка, заменить пектин. Ну, наверное, многие из вас слышали о багар-агаре и некоторых других веществах, о желатине. Каждый из этих веществ очень своеобразный, очень интересный, имеет свои свойства. Пектин занимает свою особую нишу. И эта ниша, она в данный момент, подчеркиваю, ни с кем, ни с каким другим веществом абсолютно несовместима. Пектиновые вещества, ну, давайте скажем так, в каком количестве содержатся в растениях? Содержание, оно, в общем-то, различно в зависимости от типа сырья и плод это или фитомасса. Ну, как правило, если взять в качестве источников сырья яблоки цитрусовые, ну, может быть, другие похожие, то это что-то в районе на сухое сырье где-то до 20% в среднем. Ну, самое максимальное, наверное, это цитрусовые, скорее всего, хотя яблоки близки к ним. Вот примерно так. Андрей Федорович, а дополните, пожалуйста, вот скажите, вот я услышал, пектин, он есть везде практически в органической нашей природе, но зачем он вообще нужен для народного хозяйства? Какие отрасли его потребляют? Ну, вот как сказал Владимир Федорович, пектин, он по своей структуре является довольно уникальным полисахаридом. В общем-то, полисахаридов в природе много. Есть целлюлоза, которая нам знакома, есть крахмал, но все, в большинстве своем, эти полисахариды являются нейтральными. Пектин за счет присутствия вот этих вот кислых функциональных групп во многом это объясняет реологию тех материалов, которые на его основе можно получить. Пектин, в отличие от всех остальных полисахаридов, один из универсальных при формировании студней, при формировании гелий. Поэтому, конечно, наверное, львиная доля его применения приходится, конечно, на пищевую промышленность. В настоящее время практически все дорогие кондитерские изделия, если это, ну, скажем, мармелады, некоторые зефиры, они производятся с использованием пектина. Это обусловлено прежде всего тем, что по сравнению с другими гидроколлоидами он относительно низко стоит. Если говорить, вот, скажем, раньше о традиционной технологии получения студней, в основном это был водорослевый агар. Агар чрезвычайно дорог. И он идет на некоторые другие специальные применения и в биохимической сфере для разделения, скажем, белковых веществ, научной сфере. И поэтому в настоящее время, конечно, его существенно заменяет пектин, который для этих целей вырабатывается в больших количествах. Это вот везде, где нужно образовывать студни, желе, придавать какую-то структуру продуктам питания, используется, конечно, пектиновая пульсахарина. Вот, уважаемые телезрители, даже мармелад, разнообразное желе, они все содержат пектин. Но не только пищевой промышленности, сами пектин. Я слышал, что пектин применяется и в медицине в достаточно большом количестве при производстве лекарств. Так ли это? Да, да. Владимир Федорович? Да, это так. Значит, здесь нужно выделить, я бы сказал, так, два направления. То, что касается медицины. Первое направление – это лечебно-профилактическое. Лечебно-профилактическое – это когда при употреблении пектина ежедневного мы проводим очистку желудочно-кишечного тракта тотальную. От вредных, прежде всего, тяжелых металлов, от избытка холестерина и так далее, и так далее. И, кроме того, пектин – значит, благоприятная среда для хорошей нашей микрофлоры. Она, значит, развивается гораздо лучше при использовании пектина. Это вот одна составляющая. Вторая составляющая – это создание на основе пектина специальных препаратов либо для введения биогенных металлов в организм, либо, наоборот, я подчеркиваю, для детоксификации. И, вообще говоря, пектина, содержащие напитки, они должны обязательно входить в рацион людей, работающих во вредных производствах. Это напрямую тоже связано с медициной. Среднесуточная норма для человека, ну, где-то в районе двух грамм, если мы просто хотим, чтобы наша желудочно-кишечная система работала нормально, и процессы обмена хорошо осуществлялись и так далее. Если речь идет о вредных производствах, там, где тяжелые металлы, там, где химические предприятия, то там доза пектина, соответственно, увеличивается. И, как правило, дважды в год люди должны где-то по месяцу посидеть вот на такой диете, связанной с применением пектина. Это приводит наши, значит, системы, защитные системы совершенно в нормальное состояние. И, самое главное, детоксификация идет вредных веществ, прежде всего тяжелых металлов. Ну, я бы выделил еще одно направление, очень интересное, связанное с пектином, это создание лекарственных форм. Большое число лекарственных форм нуждаются, то есть должно быть таким, чтобы они были удобны для потребителей, прежде всего для детей. И вот пектин в этом смысле, значит, он незаменим. Различные формы лекарственных препаратов, они должны содержать пектин и быть в виде, ну, приятных гелей, там, мармелада, содержащих частицы и так далее, и так далее. Потому что для ребятишек это проблема, особенно если это горькое. Пектин отчасти решает эту задачу. Вот, кратко, если вот так. Такой немного дилетантский вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Владимир Федорович, вот сейчас нас смотрят население Республики Татарстана, и у многих может возникнуть вопрос, а вот где этот пектин, в каких он продуктах содержится максимальным, чтобы, вот как вы сказали, что должна быть пектиновая диета какое-то время, чтобы его получить в удобном виде? Да, вопрос, конечно, непростой в каком плане. Пектина на сухое сырье, как сказал, давайте высушим, значит, скажем, килограмм яблок, да, и примерно 20% от килограмма, его надо выделить еще, этот пектин. Ну, мы столько навряд ли съедим. Ну да. Вот. И, как правило, как правило, значит, вот в лечебно-профилактических целях, конечно, нужно использовать пектин уже готовый. А так пектина, конечно, много в яблоках, прежде всего, в яблоках. И, ну, отчасти в цитрусовых, но ведь основное его содержание, оно приходится на оболочку цитрусовых, на кожуру, так называемую. Ну, навряд ли кто кожуру станет есть мандаринов, ну, лимоны еще как-то люди едят. А вот мандарины, скажем, апельсины, она горьковатая, и смысла есть ее нет. И это сложно сказать, какие продукты нужно употреблять, чтобы достичь, ну, какого-то оптимального, так скажем, содержания пектина каждый день. И это только, значит, с использованием самого выделенного пектина. Ну, а так пектина, содержащие продукты, их очень много. Это, конечно, мармелады всевозможные, это пастила, это различные желе. Все, что связано с кондитерской промышленностью. На Западе его добавляют и в сметану, и в молочные продукты, и в йогурты, и в различные кефиры и так далее, чтобы придать определенную консистенцию продукту, чтобы он был густой. Не портился. Да, ну, в какой-то мере, да. Ну, и, значит, со вкусом это в определенной степени тоже связано. Он придает небольшую такую кислинку большинству продуктов. Там, где это возможно, конечно. Так что вот так ответ может прозвучать. И я обращаюсь к Андрею Владимировичу. А правда ли, что пектин способствует выводу радионуклеидов? То есть, да, вот мы сейчас услышали информацию, что какие-то очистительные функции он выполняет для организма, но выводит какие-то там соли тяжелых металлов, там, помогает очищению микрофлоры нашей внутренней. Но вот радионуклеиды... Да, действительно, это одна из важнейших составляющих биомедицинского применения. Пектин, как эффективный комплексообразователь, способен координировать не только соли тяжелых металлов. Он, в общем-то, комплексно воздействует на организм человека. Во-первых, он изменяет проницаемость желудочно-кишечного тракта. Скажем, если люди страдают ожирением, какими-то другими патологическими формами метаболического синдрома, то, в общем-то, пектиновые полисахариды, они способны наряду с тяжелыми металлами, которые поступают из них, координировать также некоторые жиры, холестерин, и при этом выводить их из организма, снижая тем самым их содержание в кровеносном русле. Уважаемые телезрители, как вы уже успели заметить и понять, пектин – очень полезный химический элемент. И не элемент, а, можно сказать… Полисахарид, вещество. Полисахарид, да. Вот если говорить более научным, строгим языком. И поэтому ешьте яблоки больших количеств. Недаром в русских поговорках и сказках много говорится о молодильных яблочках. Вот яблоки, они действительно омолаживают. Но налегать на джемы, на мармелады тоже, конечно, можно, но в разумных пределах, поскольку высококалорийные продукты и чреваты последующим набором веса. Все-таки больше налегайте на растительную пищу, которую порекомендовали нам уважаемые эксперты. А мы сейчас перейдем к плавно Казанской школе по пектину. Можно ли говорить о таком направлении серьезно? Скажите, пожалуйста, Владимир Семенович. Я думаю, что можно. Вообще инициатором работы, связанной с полисахаридами, с пектиновой природой полисахаридами, конечно, наверное, среди инициаторов надо, прежде всего, упомянуть Александра Ивановича Коновалова, академика. Нашего бывшего ректора. Да. Который, в общем-то говоря, инициировал эту работу не только в университете, но и в Институте органической и физической химии имени Арбузова. Главная идея его, она была в чем? Что поскольку яблоки, как сырье, сложновато, хотя, конечно, это вопрос организации совсем другого, организации производства, цитрусовые тоже, Александр Иванович предложил сосредоточиться на каких-нибудь других нетрадиционных источниках получения пектина, которые могли бы быть районированы, во-первых, условиях Татарстана и России, и, во-вторых, содержали бы, ну, достаточное количество его. И вот к таким источникам, с чего, собственно, и началась работа, Александр Иванович рекомендовал Амарант. Вообще, инициатором этой работы всей был когда-то академик Шевелуха. Академик Шевелуха заразил Александра Ивановича Коновалова этой идеей, что Амарант – уникальная культура. Еще о нем говорил давно академик Вавилов, который считал его совершенно перспективным растением в плане, прежде всего, белков и пектина как раз. Одну минуточку, Владимир Федорович. Уважаемые телезрители, Амарант, что это такое? Что это за такое растение? Вот для многих, может быть, даже это название прозвучит первый раз. И, Владимир Федорович, поясните, пожалуйста. Это нетрадиционная культура. Значит, она вообще напоминает, если кто-нибудь в деревнях, вот был щирицу нашу. Щирица – оно такое колючее растение с листьями. А эта культура когда-то завезена была из Южной Америки, она там распространена. И у нас она была районирована, созданы были сорта этой замечательной культуры. То есть морозостойкие для средней полосы? Не нужна морозостойчивость. Во-первых, эта культура однолетняя, она вырастает за сезон и достигает урожайности очень высокой сопоставимой с биомассой кукурузы, а то и выше. Ну, кукуруза знакома. Это такого же рода растение, достигающее до двух метров высоты, с листьями, значит, с корзинкой цветов такое, в зависимости от вида амаранта, она может быть белой или красной, и с мелкими семечками. Полезны все части этого растения. Оно высоко белковое, причем по составу и сбалансировости белка, оно, ну, пожалуй, где-то оставляет после себя даже молоко. Потом в нем содержится очень много интересных компонентов, такие, кроме пектина. Там содержится скволен, замечательное вещество, которое используется не только в медицине, но и в косметологии, как омолаживающее средство. Скволен играет большую роль у нас в биохимических процессах, выполняет очень много важных функций, очень много важных функций. И, кроме того, значит, семена амаранта очень богаты легко усвояемыми жирами, в них скволен, кстати, содержится, много витаминов, микроэлементов, ну и так далее. Можно об амаранте говорить бесконечно. Но самое главное, что на сухое сырье, на сухое сырье, там порядка 10-12% пектина. То есть это промышленно значимый источник. Подчеркиваю, фитомасса растения, не плоды. Плодов не так много собирают, а фитомассу можно собирать в огромном количестве. Андрей Владимирович, вот скажите, пожалуйста, вот амарант, уже есть значимые посевы в республике? То есть мы не говорим о каких-то там опытных установках, там опытных посевах, а, я так понимаю, уже речь идет о действительно промышленных масштабах. И расскажите, есть ли они и где? Ну, насколько мне известно, на территории республики Татарстан пока нету. Хотя широкие работы по внедрению этой культуры в сельхозпрактику именно республики, они проводились и ведутся в настоящее время. Но если говорить, например, о Воронежской, Белгородской областях, то там посевы амаранты довольно существенные. Поскольку культура для Российской Федерации новая, в мире она известна очень давно. Это, в общем-то, амаранты имеет свою многотысячную историю. Это хлеб инков, это псевдозлак, из которого еще в Южной Америке, в Южной Северной Америке производили хлеб. Ну, в нашу страну он попал где-то в 20-х годах, наверное, 20-го века, как сказал Владимир Федорович, это по инициативе Вавилова, который обратил внимание на этот псевдозлак. И уже с тех времен ведутся достаточно большие работы по интродукции этой культуры. В свое время были найдены те видовые разновидности этой культуры, которые достаточно хорошо себя чувствуют в средней полосе России. Ну, и, в общем-то, те сорта, которые сейчас введены в реестр достижений Российской Федерации в плане сельскохозяйственной продукции, можно сказать, что амарант нашел свою вторую родину, поскольку здесь по своей продуктивности он существенно превосходит те классические злаковые культуры, которые у нас высаживаются. Это пшеница, это рожь, ячмень. Более того, амарант, в отличие от всех остальных культур, включая кукурузу, он не столь чувствителен к влаге. Даже в самые засушливые годы он дает стабильный, хороший урожай. То есть для нашей республики, как для зоны рискованного земледелия, когда иногда бывают засушливые летние периоды, амарант здесь может спокойно расти, давать урожайность и служить исходным сырьем для производства пектина. Так вот, возвращаясь к казанской пектиновой школе, когда начались работы по пектину, связанные с этим новшеством, извлечением его из амаранта, когда это все началось и каких результатов удалось достичь? Началось это в 90-е годы, теперь уже, как принято говорить, прошлого века. В 90-е годы в Институте органической и физической химии Е. Арбузова, ну и параллельно в Казанском государственном университете. Значит, была поставлена задача комплексной переработки этой замечательной культуры. То есть когда в одном технологическом процессе постараться извлечь из него белковую составляющую, очень важно, об этом можно говорить долго, и пектиновую составляющую. И вот в рамках этой технологии, ну кроме того, значит, по возможности получить другие низкомолекулярные соединения очень интересные, такие как рутин, скволен, амарантин. Это все очень интересные соединения, физиологически высокоактивные, очень полезные. И вот эта задача, она решалась в течение примерно вот 90-х, 2000-х годов путем разработки прежде всего гидролизующей среды. Очень важно было подобрать, как извлекать из амаранта эти пектины. И если не вдаваться долго в детали, то самым намерно оптимальным таким гидролизующим реагентом был найден отход кисломолочного производства молочной сыворотки. Молочная кислота содержится в молочной сыворотке, это отход производства, ее раньше выливали, сейчас не знаю, как ситуация. У нас в республике очень много отходов молочного производства, поскольку республика номер один среди российских регионов по производству молока, и, соответственно, переработка очень сильно развита, объемы очень большие по производству и молока, и по отходам, и, несомненно, таит задача по переработке отходов молочного производства, которые пока утилизируются не лучшим образом. И, наверное, здесь извлечение пектина из подобных видов сырья, оно здорово бы помогло нашей молочной промышленности тоже. Ну да, здесь еще нужно отметить такой факт, что молочная сыворотка, молочная кислота, она довольно-таки слабая, а для гидролиза, конечно, нужны кислоты посильнее. И чтобы выйти из этого положения, значит, была применена совершенно особая роторно-пульсационная техника, которая позволила активизировать этот процесс очень серьезно даже в присутствии достаточно таких слабых кислот, как молочная, щавелевая, некоторые другие кислоты. Эта техника была разработана на Казанском авиационном объединении, и она, значит, позволяла проводить процессы экстракции, но в особом режиме. Там создавались такие кавитационные потоки, кавитационные пузырьки, которые позволяли очень хорошо размалывать, во-первых, клеточную стенку и осуществлять процесс гидролиза. То есть и механическая одновременно была обработка, и химическая обработка, и звуковая. Звуковая она сродни химической под действием звука. По сути дела происходил гидролиз и извлечение пектина. Это все было запатентовано, значит, получены соответствующие авторские свидетельства на этот счет. Технология многократно совершенствовалась за эти годы, достигла какого-то своего оптимального значения. Была создана пилотная установка в институте органической и физической химии имени Арбузова. На этой пилотной установке был отлажен процесс гидролиза экстракции. Одна из стадий этой технологии. И другие стадии этой технологии были опробованы в 90-х годах на разных предприятиях города Казани. В том числе на Татхимфармпрепаратах была опробована Сушка. Отдельные технологические процессы. И на некоторых стадиях на других предприятиях. В целом такое общее понимание как это все осуществить, какие основные стадии этой технологии. Все это было хорошо промоделировано и выполнено на разных предприятиях. Андрей Владимирович, вот такой вопрос. Да, я услышал про амарант, я услышал про молочную сыворотку, это речь идет о сырье для производства пектина. Есть ли еще какие-то другие виды сырья для производства этого ценного продукта? Да, безусловно. По большому счету любой отход сельскохозяйственного производства, который связан с растениеводством, он может служить источником для выработки пектиновых веществ. Для этих целей подходят яблочные выжимки, которые являются продуктами переработки свежих яблок. Это могут быть жжем сахарной свеклы, которого тоже в республике очень много. Достаточно много, да. Могут быть продукты переработки тыквы, кабачков, это для южных регионов. фактически это все овощи, которые поддаются переработке и остаются какие-то так называемые вторичные сельскохозяйственные продукты, они могут стать сырьем для производства пектиновых веществ. И они могут служить сырьем именно для тех технологических процессов, для тех технологических аппаратов, которые в институте Арбузова. То есть это всеядный получается процесс? В принципе технология должна учитывать особенности сырья тоже. Потому что каждый вид сырья содержит различающиеся по своим свойствам пектины. Они могут различаться своей массой молекулярной. То есть одни быть высокомолекулярными, другие низкомолекулярными. Степенью этрификации такой важный очень параметр, который связан с желированием, с растворимостью пектинов и так далее. С присутствием ионов металлов, особенно кальция. Кальция громадное влияние оказывает на этот процесс. Ну и целом рядом других факторов. Поэтому в принципе аппараты могут быть те же, но технологические процессы должны быть разными. В зависимости от вида сырья и от того, какой вид пектина мы хотим получить. Наилучшее сырье, я так понял, все-таки омаранг. Значит это если говорить о наилучшем сырье, то это безусловно цитрусовые и яблоки. Если говорить о доступности в нашей средней полосе России и комплексной переработки, то это не только амарант, кстати говоря, это и другие культуры. Вот Андрей Владимирович упомянул о них. Я бы еще назвал амаранты амаранты пока амаранты нет, а жома сахарной свеклы хоть завались. Вот об этом стоит немножко поговорить, может быть, отдельно. Жом сахарной свеклы это очень интересный вид сырья, интересный, но главное не надо доводить его до состояния гниения, это первое. Подпорченный он навряд ли пригоден, это первая составляющая. Вторая, пектин, который получается из сахарной свеклы, он немножко другой. Он более низкомолекулярный, это раз, низко этерифицированный, и его желирующие свойства существенно хуже по сравнению со свойствами яблочного пектина, того же амарантового пектина, или там цитрусового пектина. Но в определенных условиях при добавлении специальных добавок можно, конечно, добиться улучшения этих параметров. Но это далеко не тот же самый пектин. Я здесь можно немножко добавлю. Поскольку мы с вами говорили, что, в общем-то, сфера применения пектиновых веществ в настоящее время довольно широка, и кроме пищевой промышленности, где нужны именно структуры образователей, пектин свекловичный, наверное, для этих целей не очень подходит. Хотя еще в советское время, поскольку были заводы, которые перерабатывали жжем сахарной свеклы, были разработаны улучшения желирующей способности свекловичного пектина. В настоящее время призвано, что свекловичный пектин для лечебно-профилактического применения является практически самым лучшим. Вот это его, казалось бы, недостаток с точки зрения структуры образования, низкий молекулярный вес и низкая степень метоксилирования, она сказалась наилучшим образом при сорбции тяжелых металлов и при выведении различных других ксенобиотиков из организма человека. Поэтому биомедицинское применение, оно, конечно, существенно будет составлять большую, наверное, в будущем массу именно для свекловичного пектина. А теперь, уважаемые телезрители, я поделюсь действительно тревожной информацией. Дело в том, что сегодня, до сегодняшнего момента, весь пектин наша страна импортирует. И этот вопрос сейчас здорово обострился после известных событий, после санкций, после давления, после того, как затруднены внешнеторговые расчеты. Сейчас очень сильная потребность в импортозамещении пектина и скажите, пожалуйста, вот рынок пектина наш, отечественный, во сколько тонн вы его оцениваете примерно, хотя бы цифры понимать? Владимир Федорович? Такую точную оценку дать, конечно, сложно, для этого нужно маркетинговое исследование, но такие самые общие оценки, они говорят, эти оценки примерно 18-20 годов, это где-то в среднем от 12 до 15 тысяч тонн от потребности Российской Федерации в пектине, ну и пектинатах, и всех близких по сути к нему продуктов. И все это сейчас покупается за валюту, заводится в страну? Да, в основном мы покупаем это у Германии, у Китая, значит, раньше покупали еще в Дании, некоторых других стран, но в основном у Германии, у немецкой фирмы Herbstreichs & Fox. Они, по-моему, сейчас производят порядка 50% всего европейского пектина, порядка, но еще очень много производят сейчас американцы, мексиканцы, вот, рынок этот очень развит, основным потребителем пектина, кстати, являются Соединенные Штаты, потому что там очень распространено, значит, пищевые добавки на основе пектина, они практически входят в каждую американскую семью, и американцы знают, что это такое. У нас это менее распространено, и в основном идет это, конечно, в пищевую промышленность, в медицинскую оно в значительно меньшей степени идет, и лекарственных препаратов, имеющих формы, с добавлением пектина, у нас существенно меньше. Мы, как правило, импортируем такие аппараты, которые содержат пектин, у нас доля импортная составляющая, то же самое фармакология, она очень высокая, и сейчас тоже это одна из насущных задач страны, как это все импорты заместить. И вопрос к уважаемым экспертам, скажите, что должна сделать страна, чтобы максимально короткие сроки импорты заместить пектин на российском рынке. Эта задача очень насущная, я уже сказал, в свете последних событий. Как? Что должно быть? Прежде всего должна быть, конечно, государственная заинтересованность. Программа должна быть. Да, должна быть государственная программа по развитию даже тех малых предприятий, которые в настоящее время хотят производить, но по различным причинам они это сделать не могут, потому что одной из ключевых стадий, от которой уйти довольно сложно на стадии производства пектинов, является его коагуляция из раствор, выделение в чистом виде. И было показано, что наилучший образ, это, конечно, коагуляция этанолом, или, говоря, просто спиртом. Высаждение. Да, высаждение спиртом. И вот эта стадия, она тоже довольно проблематична, поскольку для этого нужно обладать определенной лицензии на работу с такими количествами этанола, и не каждому предприятию могут дать. Поэтому в этом плане должны быть какие-то определенные послабления тем производителям, которые будут выходить на этот рынок. Ну, или вводить непищевой осадитель, изопропанол. Ну, для технических целей, или потом при контроле остаточного содержания, наверное, это можно сделать. Но этанол по своей эффективной, по своей экономической выгодности, конечно, превзойти довольно сложно. Технологии, они существовали, они в настоящее время имеются большое количество и патентных данных, где произведены существенные улучшения различных технологических стадий его производства. Поэтому, безусловно, конечно, прежде всего нужна государственная программа. Вот это отдельная должна быть государственная программа, которая хотя бы должна ориентироваться именно на объемы 12-15 тысяч тонн пектина. Это, наверное, должны быть какие-то субсидии предпринимателям. Это должна быть, наверное, в дополнение все-таки, вот если брать Республики Татарстан, то, наверное, должны быть еще какие-то подразделы, связанные с производством и выращиванием амаранта, как одного из наиболее удобных видов сырья для производства пектина, то есть нужен комплексный подход. Примерно это сколько заводов, какой мощности они, и в какое время это можно сделать, если государство бросит силы на это. Ну, нам, как ученым, дать ответ на этот вопрос очень сложно. Я только могу ориентироваться на, скажем, мощности западных предприятий. Скажем, среднее предприятие в Германии выпускает, ну, порядка двух тысяч тонн в год. Вот и прикиньте, если одно предприятие выпускает две тысячи тонн в год, чтобы нам покрыть потребности Российской Федерации, четыре-пять заводов надо построить. Как минимум? Как минимум, да. И, на ваш взгляд, в Республике Татарстан может ли Республика Татарстан перехватить лидерство вот по общероссийскому рынке по производству пектина? Наверное, да. И, может быть, на первых этапах, вот здесь совершенно правильно говорил Андрей Владимирович, надо, может быть, сосредоточиться на доступном для нас виде сырья. Это жмых от производства сахара, сахарной свеклы жмых. У нас есть спирт заводы, вообще говоря, есть, которые производят спирт. Ведь не надо забывать, что расход спирта, да, он там, конечно, существенные, но ведь спирт возвращается и может многократно быть использован. Очищен и обратно Да, и обратно на это же самое, да. Конечно, это немножечко повышает, может быть, энергоемкость, поскольку надо отгонять, но других-то направлений тут трудно предложить каких-либо. И вот именно с этой точки зрения, да, в Татарстане это очень перспективно. У нас много происходит и сажают сахарные свеклы. Что касается амаранта, это, значит, вопрос уже к сельхозпроизводителям, это перспективно, но там должна быть высокая агротехническая культура, возделывание этого растения, потому что, значит, оно требует особой специфики, эта культура в определенной степени, и особенно в начальный период. Надо пропалывать ее, должны быть специальные комбайны, потом она забьет всю траву, которая вырастет. А в первые моменты это довольно трудоемко, вот так скажем. то есть, для создания такого, я вот вижу, там, будущее, вот, отарстанского пектинового кластера, это не только предприятие по переработке, там, один, два, хотя бы, завода, вот, начинать с этого, который будет ориентироваться на жом сахарной свеклы, свеклы, или свеклы, ну, вот. И аспекспертивы, это все-таки какая-то программа по сельскому хозяйству, по амаранту, тоже ведь надо и вкладывать, и особую культуру возделывания, и, соответственно, есть шансы, если государство обратит внимание, и я обращаюсь к телезрителям из числа государственных чиновников, пожалуйста, обратите внимание на это перспективное для Татарстана направление, ведь все есть, все есть уже ингредиенты, не надо куда-то бежать, не надо что-то срочно возделывать, жом, есть жом, с которого можно начать, есть заводы по производству этилового спирта, есть опытные конструкторские разработки, есть технологии, защищенные патентами, и здесь все есть, нужно совсем немного какой-то толчок, внимание со стороны государства, какие-то инструменты государственной поддержки, чтобы у нас в республике сложился пектиновый кластер, который может со временем занять значимую долю в импортозамещении столь ценного продукта. Так ли это, да, ведь, если я не ошибаюсь? Во всяком случае, я и думаю, Андрей Владимирович, полностью с вами согласны, и если говорить еще буквально два слова о сырье, я еще раз подчеркну значимость амаранта не только как источника пектинов, но как совершенно уникальную культуру, содержащую белки, и это очень ценная кормовая добавка, особенно для птицы, при этом улучшается и качество яиц, намного улучшается. Эти работы тоже были в свое время сделаны. И падеж птицы, молодняка, падает совершенно существенно меньше при введении их рациона добавок амаранта. То есть мы несколько зайцев можем убить, понимаете? Не оздоравливают животных и птиц. Да. Желток у таких яиц очень желтый становится. Когда яйца покупаете, обращаете внимание, бывает такой светлый желток, а бывает очень желтый. Желтый, как правило, у каких? У деревенских кур или у тех, которые у частных хозяйств и так далее. А эта добавка амаранта, она легко это дело меняет, корректирует, потому что она содержит большую белковую составляющую, которая птице необходима. Я слушаю это все и не понимаю, почему до сих пор нас пектином серьезно в промышленных масштабах предпринимателей не занимается. Может быть, это действительно было связано с таким состоянием расслабленности, поскольку весь пектин импортировался, как и многое, очень многое в стране. И нам сейчас действительно мы сейчас подошли к жесткому противостоянию с многими странами, которые поставляют пектин, и неясно даже будет, что с его поставками, поэтому открываются новые ниши, открываются новые возможности, открываются прежде всего достаточно денежные и прибыльные направления, в том числе и в сельском хозяйстве, переработки сельхозсырья, производстве пищевой промышленности, сырья для медицинской отрасли. То есть, смотрите, наши передачи сегодня об этом сказаны, и пожалуйста, воспринимайте это как призыв к действию, воспринимайте это как ценную информацию, делимся секретами бизнеса. Вот так. если мы говорим об опытно-промышленной установке по производству пектина, который сейчас в институте Арбузова работает, скажите, пожалуйста, вот насколько это капиталоемкая вообще вещь, то есть, вот нас сейчас смотрят предприниматели, возможно, кто-то даже и зажегся и сейчас начинает просчитывать это все уже в уме, но, естественно, вопрос оборудования, патенты, насколько это дорого, затратно и кто будет производить вообще, это ведь тоже одна из частей важных этого разговора. Это все важно, но вы все время пытаетесь нам задать вопросы, несвойственные ученым, связанные с деньгами, с финансированием, с подсчетом капитальных уложений. Конечно, но у вас же тоже должен быть глядь на это, вы же не можете жить в вакууме, в башне из слоновой кости. Это все так. Значит, я, чтобы понять, например, какие капиталы уложения, давайте просто несколько слов скажем, что, собственно, включает технологии. Первое – подготовка сырья. Его надо измельчить, хорошо высушить и так далее. Это первое. Второе – следует блок экстракции гидролиза. Там используется роторно-пульсационная техника, значит, аппараты из нержавеющей стали, с мешалками и так далее. Следующая стадия – стадия фильтрации. Надо все это фильтровать, получается экстракт. Этот экстракт надо очистить, сконцентрировать и высушить. Это все проблемные стадии, особенно стадии концентрирования и сушки. Сушка, как правило, распылительная, она хорошо известна, распылительная сушка, по крайней мере, вон яичный белок и порошок у нас получают, и не только это, сухое молоко получают. Она, в принципе, решена. И при желании, при желании аппараты вот такого типа можно найти. Конечно, есть импортная техника, наверное, есть и российская техника. Но если вот так вот оценить, опять же, по зарубежным источникам, то строительство завода, завода пектинного, где-то обойдется в 30-60 миллионов долларов. Вот так. Так что вот это от нуля под ключ, если строим, со всеми стадиями производства. Но окупаемость я тут тоже, наверное, не вам должен задавать этот вопрос, но все-таки исходя из имеющейся информации, то такие вещи окупаются достаточно быстро, всего за несколько лет. И тем более сейчас, когда рынок отечественный столкнется, а это неизбежно, с нехваткой пектина, и за пектином будут гоняться, то, соответственно, это может сказаться на цене и существенно сократить получатся сроки окупаемости. вот, но вопрос, вопрос, железо железом, техника техникой, оборудование оборудованием, но патентная защита, лицензия. Значит, если говорить опять-таки в целом, вот Андрей Владимирович потом продолжит это направление, я скажу только по амарантовое направление, поскольку это разработки казанские, и они, в общем-то, и в мире признаются, в свое время у нас был очень хороший контакт со шведскими учеными, которые предлагали нам сотрудничество, звали на стажировки, но, к сожалению, это по независимым от нас причинам немножечко все отменилось, вот, то здесь, да, патентная защита достаточно высокая этого всего, владельцами многих патентов является Институт органической и физической химии Мия-Арбузов, то, что касается технологий, технологических линий, самой, значит, схема получения пектина, но в большинстве своем для него требуется стандартное оборудование, не надо особенно там ничего мудрить, которое можно и на очистительных заводах произвести. Совершенно верно, совершенно верно, вот то, что касается производства, скажем, пектина из свекловичного жома, из других видов сырья, то там не надо что-то там мудрить, все стандартные стадии операции, конечно, каждый аппарат может иметь ноу-хау, каждый аппарат, например, очень эффективная сушка, как у каких-то аппаратов распылительная, или там что-то эффективная фильтрация, но это уже другие вопросы, они имеют, не имеют отношения к целым технологии, они частные и решаемые конкретных организаций. Но если говорить, например, о ключевых стадиях процесса, это вот интенсификация получения гидролиза экстракции амаранты методами вот кавитационных установок, то надо сказать, что, в общем-то, России здесь довольно самодостаточно, у нас производятся хорошие мощные аппараты в этом плане, есть установки для мембранной фильтрации, ультрафильтрации растворов, где можно существенно снизить долю балластных веществ в пектиновых экстрактах, это производится в Воронеже, ультрафильтрационные установки, поэтому ключевые стадии, в общем-то, Россия может обеспечить совершенно спокойно, сама. при известной доле государственного подхода и частно-предпринимательской инициативе Россия способна полностью импортозаместить производство пектинов в достаточно сжатые сроки, я так понимаю. Безусловно, тем более при, скажем, валовом денежном объеме этого рынка сделать это достаточно просто. Как говорилось, потребность России современная, причем это даже без учета лечебно-профилактического направления, который у нас, в общем-то, пока что на такой зачаточной стадии находится, при 12,5 тысячи тонн, при ежегодном приросте где-то порядка 3-4 процентов, как пишут в маркетинговых исследованиях, это 180-190 миллионов долларов ежегодно. Вот если сказать, что завод стоит где-то порядка 30-40 миллионов долларов, то в общем-то при строительстве 4-5 заводов мощностью где-то в полторы-две тысячи тонн, чтобы покрыть хотя бы часть потребности Российской Федерации, то окупаемость ну, максимум три года этого завода. Поэтому, безусловно, конечно, более того, определенной сложностью и, в общем-то, с этим сталкиваются на начальной стадии производители любой продукции является, конечно же, узнаваемость бренда. И для большинства предприятий, потребителей этой продукции это, конечно, немаловажно. И на это обращают внимание и европейские производители, производители в Соединенных Штатах, когда говорят, скажем, о пектине Храпстрайт и Фокс, все его знают. Его знают качественно. Все его желирующие особенности. Поэтому предприятия пищевой промышленности, которые уже отточили свое производство под тот пектин, который им поставляют, на первых этапах они довольно неохотно будут перестраиваться на пектин, скажем, какого-то иного производителя, даже при сопоставимых качествах. Поэтому вот даже на этом уровне нужна, в общем-то, определенная государственная программа, возможно, по субсидированию продукции на начальном этапе, чтобы предприятия могли покупать его по более низкой стоимости, чем идет тот же самый аналогичный по качественным показателям пектин с запада или, например, из Китая. Ну, пока, насколько я знаю, поставки пока еще идут пектина в Россию, но уже есть тревожные звоночки, и во многом они опираются не на прямые запреты по поставке пектина, хотя этот градус истерии, он сейчас достиг совершенно ненормальных совершенно вопросов и уровней достиг, то есть запрещают в Россию поставлять уже, если вы там обратили внимание, чуть ли даже не детские игрушки, и там сворачивают сотрудничество по самым безобидным вещам, и пектин это тоже прямую касается, и надо что-то действительно, вы правы, надо что-то действительно делать, надо что-то предпринимать, как можно быстрее, как можно как можно лучше не допускать ошибок, и я мог бы порекомендовать наших уважаемых экспертов, вам, предприниматели и чиновники, которые действительно сейчас заинтересовались судьбой производства этого ценного продукта в России и в частности в Татарстане, обращайтесь в химический институт имени Бутлерова, наши уважаемые эксперты подскажут, помогут, расскажут, и еще вот, в общем-то, такой вопрос, связанный с лицензиями и патентами, я так понимаю, у нас институт Арбузова сейчас становится правообладателем разработок Казанской школы по пектину, так ли это? Это так, но в связи с тем, что начались такие события, сейчас, по-моему, Российская Федерация заявила, что, в общем-то, патентные права отходят на второй план, поэтому производить совершенно спокойно можно. То есть, мы можем использовать и западные технологии, если мы владеем этими технологиями, ну и как-то разбираемся. Ну а что касается в Российской Федерации, то лицензии, ну они не столь дороги эти лицензии, потому что, собственно говоря, это массовые продукты, да, это массовые продукты, и там всегда возможно договориться, но и некоторые патенты, они сейчас уже в связи с тем, что это ведь работы 90-х, 2000-х годов, они не поддерживаются, хотя они есть, и за ними то, что сделано, но никуда не девалось, от этого, но поддержки у них нет, это можно даже и без лицензии. А вот, Андрей Владимирович, а вот эти казанские лицензии, вернее, патенты по производству, в частности, вот из Амаранта, они также защищены, ну они нормально защищены, то есть патентная защита есть на них? Да, безусловно, там они полностью защищены, но как сказал Владимир Федорович, там есть вероятность того, что институт Арбузов вследствие давности этих патентов, возможно, часть перестал поддерживать. В общем-то, но при этом мир ведь не стоит на месте. Можно доработать, скажем, уже существующие технологии с учетом тех существующих мировых тенденций в этой области, которые в настоящее время используются, создать новую технологическую линию и получить на нее новый патент. То есть все в наших руках. Дело в желании, дело в желании предпринимателя, дело в желании государства, дело в желании чиновников. И при известной доле именно этого желания в Татарстане может расцвести все исходные ингредиенты для этого есть, силы есть. Татарстане может расцвести пектиновый кластер с высокой добавленной стоимостью, с высокой окупаемостью. Вопрос только в желании. И я на этой оптимистической ноте хочу поблагодарить наших уважаемых экспертов и еще раз в очередной раз представлю вас их и выражаю огромную признательность. Это Миронов Владимир Федорович, член-корреспондент Академии наук Российской Федерации, профессор Химического института имени Бутлерова и Немтарев Андрей Владимирович, старший научный сотрудник Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета, кандидат химических наук. Огромное вам спасибо, всего хорошего и я надеюсь, что мы еще неоднократно будем встречаться и говорить по другим поводам, но все-таки рано или поздно мы дождемся, что будем приятно обсуждать пектиновые производства пектина в России, в Республике Татарстан. Спасибо вам огромное. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, был журналист Казанского федерального университета Альберт Пикбов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин